И сегодня мы будем учиться играть за Рикки. Всем привет, с вами Дэн Экстрим и... Дэн Качу! Да, мы поменяли ники, теперь я бульбасавр, а он Пикачу. Ух ты, ух ты, как интересненько, а что это у вас за клан такой? SGP, что же это значит? Может быть это супер геморрой подсрачника? Или может быть синдром гетроцефального пролича? Хотя, впрочем, какая разница, ведь для такой ЛС-ной рачины, как и обход в этот супер элитный клан из двух человек, наверняка закрыт. На кого выбрать? Я не знаю, на кого сегодня играть у меня будет. Воу-воу-воу, парень, подойди к этому выбору ответственно, ведь ты сейчас будешь учить людей играть за персонажа в одной из самых сложных компьютерных игр. Смотри, какой рандом у меня. Ну что ж, похоже на то, что это действительно судьба. Ну и, конечно же, в лучших традициях Школа Гайда, всё это будет происходить в Лоу-Приоре. После стольких выпусков Школа Дотеров, мне вообще уже начинает казаться, что Лоу-Приор это просто ничто иное, как элитный клуб для школьников, которые пишут гайды. И попасть сюда они считают своей священной обязанностью. Впрочем, есть у таких школьников и ещё одна священная обязанность. Это, конечно же, взять сапог с стартовым закупом. Кто-то, конечно, возразит, мол, почему бы и нет, ведь Рикки ему выпал на рандоме. Но я вас уверяю, даже если бы он пикнул Рикки сам, и у него не было бы дополнительной голды, он бы всё равно купил этот сраный сапог. Просто так устроен их мозг. Ну что ж, можно констатировать, что десятки часов, проведённые в Лоу-Приоре, всё-таки чему-то научили твоего товарища. Чего не скажешь о тебе? Хорошо, тогда у меня вопрос. Нахуя! Нахуя тебе фейзы на Рикки Даун! Что за это про? Не убежать, понял? Он, короче, пошёл так бы. Всё, транквилы я собрал. Это можно было бы считать успехом, если бы не два но. Первое, это то, что ты собирался собирать фейзы. И второе, это то, что транквилы тебе тоже не нужны. То есть, может быть, они и были бы нужны, но в начале игры. Но школьник, даже собрав Владимир, ходил с транквилами до самого конца. А теперь приготовьтесь смеяться, потому что школьничек шутит. Ты же знаешь окончание слова профессионал? Веди нахер. Но наши школьнички талантливы не только в области юмора. Поэтому давайте-ка прервёмся на небольшую музыкальную паузу. Если бы Луи Армстронг был жив, то, услышав это, он бы определённо умер. Ну и наконец, вот вам основная мысль всего гайда в одной фразе. На 34-й минуте он окончательно сходит с ума и начинает собирать нечто из гиперстоуна и рингов Регена. Правда, что именно он собирался собрать, мы так и не узнаем. Да, гай ты вправду потрясающий. И тем не менее, меня до сих пор терзает вопрос, что ты собирался собрать из кольца Регена и гиперстоуна. Регена и гиперстоуна. Добро пожаловать на шоу «Кто хочет стать киберспортсменом?» И сегодня у нас в гостях школьник, сделавший гайд на рейки. Итак, внимание, вопрос на 300 рублей от соси у тракториста. Что? Ничего. Что можно собрать из кольца и гиперстоуна? Вариант А. Можно засунуть кольцо в дырку в гиперстоуне. Вариант Б. Засунуть гиперстоун в дырку в кольце. Вариант С. Смешную рожицу. И вариант Д. Ничего. Можно звонок другу. Нельзя. Тогда вариант Б. Поздравляю. Это неправильный ответ. Из кольца и гиперстоуна нельзя ничего собрать. Ты проиграл все деньги, и теперь вернёшься в Африку, и сдохнешь в нищете от вируса и боли, тупая рачина. Вот тебе гигантский билет на поезд, а то обычный ты своими клешнями не удержишь. Здесь идёт 25-й кадр.